Так, ну что, друзья, всем привет! Сегодня очень важный день. Вы знаете, что 2020 год был сложный, тяжелый. В общем, все очень плохо, но хорошие новости все-таки тоже есть. И вот сейчас, под конец года, как раз именно они. Я нахожусь где-то в нигде, в центре Москвы, на каком-то непонятном подземном паркинге. Но хорошие новости скрываются вот за этой черной бархатной шторой. Посмотрите, мы открываем ее и видим Audi... Ой, сломалась. И видим, что у нас немножко шторо сломалось, но там нас ждет Audi RS7. А на самом деле не только она, но еще и RS6 и RSQ8, которые наконец-то, наконец-то привезли в Россию. Да, я знаю, что эта машина уже вышла какое-то время назад. Я, кстати говоря, про и RS6, и RS7 рассказывал вам в одном из репортажей с автосалона. Но лучше поздно, чем никогда, поэтому в Россию эти машины приехали. Сейчас они проходят сертификацию, и в конце этого видео расскажу, когда же, собственно, ждать их в продаже и сколько они будут стоить. Хотя пока эта информация абсолютно секретная. Но сейчас мы можем насладиться тем, как этот автомобиль выглядит. Во-первых, выглядит он мега круто. В нашем случае здесь черный стайлинг и карбоновый пакет, поэтому машина, видите, да, она просто теряется во тьме. И вот в этом красивом пространстве, которое организовано в этом паркинге. Ну, а если говорить про начинку, то понятно, что машина настроена на спортивную езду, как и все версии RS до этого. Но здесь можно сказать, что инженеры Audi дошли до точки кипения. Двигатель 4 литра V8 B-Turbo теперь развивает 600 лошадиных сил и 800 ньютон-метров к удачу момента. Но самое главное, что он обеспечивает этот автомобиль динамикой до сотни в 3,6 секунды. Да, это немножко медленнее, чем у M5 Competition или у M8 Competition, где 3,4, 3,3 и даже 3,2 секунды до сотни вы можете найти. Или тот же самый Mercedes E63 S, но, как говорят европейские журналисты и блогеры, которые уже протестировали эту новинку, что эта машина едет быстрее, быстрее паспорта, так что все еще впереди, когда машина появится, мы посмотрим и замерим. Но самое главное, наверное, не это, не то, что там у нас будут какие-то непонятные цифры до 100 км в час, а в целом, как автомобиль управляется, как ощущается и как едет на больших скоростях. И, как вы знаете, что Audi отличается тем, что как раз на скорости эти машины показывают себя лучше всего. Тем более, что для RS6 и для RS7 и для RSQ8 доступен специальный пакет, который позволяет увеличить максимально доступную скорость, которая здесь ограничена отметкой в 280 км в час, до значения 305 км в час. 305, задумайтесь. То есть, хэтчбэк, лифтбэк, спортбэк, как хотите, назовите автомобиль, в общем, который может разогнаться до 305 км в час. Это не какой-то гиперкар, это просто машина, ну да, выглядящая круто, но которая берет отметку в 300 км в час. Давайте полетаем вокруг, посмотрим, как выглядит эта машина. Как я уже сказал, здесь черный Сталин, черные 23-е диски, керамические опциональные тормоза и огромное количество карбона. Карбоновые пороги, карбоновый диффузор, карбоновая губа спереди. Я просто хожу и любуюсь этим автомобилем, потому что выглядит он действительно круто. И, кстати говоря, традиционно для версии RS эта машина шире обыкновенной версии А7, но я думаю, что на видео это прекрасно видно. И задние, и передние крылья значительно отличаются, ну и, соответственно, колея тоже у автомобиля больше. Ну и пару слов нужно сказать про салон. Традиционно модели RS оснащаются большим количеством опций. И посмотрите, как выглядит кресло анатомически, с фирменным рисунком на коже, с перфорацией и стиснением логотипа RS. Ну, при этом понятно, что они сохранили все свои функции, там, электрорегулировки, настройка передней подушки. Все это есть, все это доступно, точно так же, как и вентиляция сидений. Ну, а в остальном здесь много всякого стайлинга. В нашем случае, опять же, как я уже говорил, это и большое количество карбона, и руль из алькантары со скошенным низом. Ну, можно сказать, что этот стайлинг мы уже видели на других моделях. Если вы выбираете S-руль, то, как правило, он выглядит примерно так же, ну, наверное, за исключением алькантары. Важнее то, что сейчас в моделях RS добавилось несколько важных функций. И в первую очередь, это вот эта кнопка, которая называется RS Mode. Сейчас включим мотор. Вот это звук. Мне кажется, они успели до того, как ввели ограничения по звуку, потому что вы знаете, что сейчас в Европе жесткие ограничения на уровень звука. И современные модели, и последние AMG, и MQ у BMW звучат, ну, прям вот никак. А здесь, похоже, еще старые какие-то требования были, потому что машина когда завелась, ну, просто фантастический звук. Так вот, если говорить про кнопку RS, она позволяет вам точно так же, как это происходит в BMW, кнопками M1, M2, быстро менять предустановленные настройки. Это двигатель, это коробка передач, это подвеска, ну, и так далее, и так далее. То есть теперь вы здесь можете быстро, например, отключить систему стабилизации. Это круто. Если посмотреть на центральный монитор, то здесь есть кнопка RS Monitor, которая показывает вам разные компоненты автомобиля и температуру, допустим, внутри спортивного дифференциала, трансмиссионное масло, тормозные диски, охаждающая жидкость, моторное масло и так далее. Но об остальном это все тот же самый прекрасный автомобиль Audi A7, но только с большим количеством вот этой гоночной спортивной отделки. Алькантара, карбон, алюминий и все остальное. Выглядит, конечно, круто, и прям вот хочется уже к этому автомобилю поехать. Но пока поехать, к сожалению, нельзя. А, ну, кстати, еще панель приборов тоже имеет немножко другой вид, и в RS-ках появилось, соответственно, изображение RS Sport и RS Performance, где вот так вот выглядят у нас приборы. Интересно то, что вот эти приборы имитируют то, что мы видели раньше, когда были не экраны, а классические, соответственно, измерители. Выглядит хорошо, просто, лаконично и классно. Ну и здесь у нас Audi RS 6, и немцы не стали изменять традиции, мы сделали этот автомобиль в кузове Avant, то есть универсал. И надо сказать, что этот автомобиль это бешеный универсал, потому что он точно так же выдает 600 лошадиных сил, 800 ньютон метров придачного момента и разгоняется до сотни за 3,6 секунды. Но понятно, что здесь слишком мощные все динамические обвесы и все опции, которые мы видели на RS 7, они здесь точно так же доступны. Но на мой взгляд, то, что я вам уже рассказывал на автосалоне, когда только впервые показали эти машины, интересно то, что они поменяли морду. И та не очень выразительная морда, которая есть у Audi A6, была заменена на морду от Audi RS 7. То есть визуально спереди машины практически не отличаются. Ну а сзади, я думаю, что вы увидите сами, что, в общем, навряд ли кто-то сможет не угадать, что у вас с Audi RS 6, потому что такие трубы, такие элементы аэродинамики, диффузоры, ну, возможны только на RS 6. Ну и, естественно, машина стала гораздо шире. Сейчас боюсь соврать, но, по-моему, она то ли на 6, то ли на 8 сантиметров шире обычной версии Audi A6 Avant. Так что в этом автомобиле все подсказывает вам, что это не просто сарай, не просто универсал, а просто настоящая гонка. Ну и по салону мне снова помогает мой световой меч. В общем-то, изменения абсолютно такие же. Это суперспортивные анатомические кресла с фирменным тиснением кожи и надписями RS. Смотрите, какой материал здесь используется. Он имитирует форму, ну не форму, а фактуру и рисунок карбона, но на самом деле это алюминий. Плюс большое количество кожи и алькантары. Ну и здесь у нас фирменный скошенный внизу руль, алькантары сбоку и нулевая отметка. Ну, в общем-то, я думаю, что вы знаете, что в Audi очень внимательно относятся к отделке салонов, не только версии RS, но здесь все, скажем так, вот дышит спортивным духом. И та же самая отделка, посмотрите, наверное, это прямо какая-то как алюминиевая ткань. Здесь она тоже везде есть. Алькантары даже на рычаге переключения режимов передач. И выглядит это все, конечно, круто. Ну и так же, как в RS7, из новинок добавилась кнопка RS Mode, а также дополнительная менюшка, которая называется RS Monitor, и которая отображает состояние разных компонентов автомобиля. Еще один интересный момент. Я не знаю, доступно ли было это раньше на Audi, но теперь здесь есть синие ремни. Просто раньше такими вещами увлекались только Porsche. Вы могли заказать в конфигураторе разные спортивные ремни. А сейчас я вижу, что это есть и в Audi. Но, возможно, что я здесь ошибаюсь, на самом деле. Кстати, двигатель, несмотря на то, что он вроде бы как такой же, это тот же самый 8-4 литра, турбо на самом деле отличается. И самое главное отличие не в увеличенной мощности и грузящем моменте, а в том, что теперь это мягкий гибрид. Так что 48-вольтовая сеть здесь существует уже не просто так. Ну, а это, пожалуй, самая интересная новинка для российского рынка, потому что это Audi RS Q8, то есть кроссовер. Но внутри по начинке он очень похож на то, что мы видели в RS6 и RS7, потому что здесь тот же самый двигатель 4 литра V8, который выдает 600 лошадиных сил и 800 ньютон-метров. Ну, конечно, можно сказать, что этот автомобиль, типа, Lamborghini Urus для бедных, но на самом деле не совсем так, потому что он разгоняется до сотни за 3,8 секунды. А по нашим замерам с Alana, потому что мы этот автомобиль, так получилось, что уже протестировали всего двое журналистов из России, он делает это даже быстрее. 3,6 секунды для него не предел. Ну, давайте посмотрим, собственно, чем отличается автомобиль от обычной Q8 и что будет предлагаться на российском рынке. И еще один интересный момент, то что этот автомобиль приехал сюда по временному ввозу с европейского тест-драйва, на котором мы как раз с Alana и были. И он отличается от того, что будет предлагаться в России. В России черный стайлинг-пакет, это облицовка радиатора, это, соответственно, накладки, все это будет за доплату. А в базе машина будет оснащаться фирменным RS-четным пакетом из алюминия. Ну и, наверное, не знаю, здесь уже, конечно, дело вкуса, но, наверное, это все-таки дань традиции, потому что версии RS всегда отличались тем, что они были богато оснащены именно алюминиевой отделкой. Визуально машина сильно отличается внешним стайлингом. Это другие бамперы. Вы видите, здесь огромные мощные воздухозаборники, интегрированная, ну, скажем так, губа, спойлер и затонированная оптика. Все это прерогатива именно версии RS. Сзади точно так же изменен бампер, мощный диффузор, ну и вишенка на торте. Это огромные колеса. Опционально они доступны, по-моему, чуть ли не 23 дюйма, но в нашем случае это 23 дюйма и есть. Посмотрите, как они выглядят. Ну и под стать колесом тормозные диски, тормозные суппорты. И, опять же, за дополнительную плату вы можете купить керамические тормоза. Даже боюсь представить, сколько они могут стоить. Но если вы будете, например, выбирать специальный пакет, который расширяет максимальную скорость автомобиля до 305 км в час, то вам придется купить именно эти керамические тормоза. Так, ну и самое интересное, когда же эти машины приедут в Россию и сколько они будут стоить? На первый вопрос у меня есть ответ. Они приедут в конце первого квартала или в начале второго, то есть уже совсем скоро. А вот по поводу цены пока в Audi еще думают. Точнее, они говорят, что они уже знают цену, но просто не могут ее озвучить, потому что вы сами знаете, какой у нас тут курс евро. Но ориентироваться можно на модели BMW. И если посмотреть, сколько стоит сейчас M5 Competition, то это примерно 9 миллионов рублей за базу. Если смотреть на M8 Competition, то это 11 миллионов. Не знаю, как там немцы между собой разбираются, смотрят на какие-то бренды и так далее. Понятно, что Mercedes уже улетел в космос, а BMW пока остается в какой-то более-менее, условно, более-менее реальности. Но я думаю, что можно ориентироваться, что RS7 и RS6 будут в районе 9-10 миллионов рублей. Сколько будет стоить RS8, это тоже хороший вопрос, потому что мы видели, что цены на тот же самый Porsche пока сохраняются еще на каком-то более-менее вменяемом уровне 19-го или там начала 20-го года. Поэтому будем смотреть. Изначально, я помню, когда мы с Аланом тестировали RS8, была цифра в 10 миллионов. Что будет сейчас, непонятно. Но кое-какой ориентир у нас есть, так что будем ждать. А ждать осталось совсем недолго. На этом спасибо, что смотрели. Если нравится то, что я делаю, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Ну и до новых встреч. Пока. И счастливого вам Нового года, потому что я думаю, что эта новость и это видео это действительно хороший подарок от Ауди под конец этого ужасного 2020-го. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok